Ну, друзья, для того, чтобы нам иметь некий итог сегодняшней встречи, да, для того, чтобы мы были услышаны, есть все-таки предложение затвердить прозвучавшие сегодня мысли в виде некоего проекта резолюции. Я его подготовил. Давайте мы возьмем некоторое количество дней после сегодняшнего митинга, для того, чтобы его подработать с участием всех присутствующих, всех, кто захочет по этой теме что-то сказать. Но, тем не менее, как бы вот некую основу я бы для вас озвучил. Основу, которую мы впоследствии могли бы использовать и в качестве пост-релизов нашего мероприятия, и в качестве требований, которые мы направим в органы госвласти и на суд граждан. Предлагается такая резолюция. Мы, участники митинга в городе-на-Неве, проходящего под лозунгом «Судей нужно выбирать», считаем необходимым осуществление радикальных изменений в судебной системе Российской Федерации. Как показывают различные социологические опросы, примерно 43% россиян не верят в справедливость выносимых судами решений. 56% заявляют о коррупции в судах. Ежегодно растет количество жалоб, поступающих на судей. Вместе с тем, более половины граждан называют право на справедливый суд в числе самых важных для них прав. В шкале значимости это право соседствует у россиян с такими правами, как право на бесплатную медицинскую помощь, на труд и справедливое за него вознаграждение, на бесплатное образование, на личную свободу. От пороков судебной системы страдают самые разные группы населения, ищущие и зачастую не могущие найти в суде защиту при нарушении их трудовых, семейных, жилищных, имущественных, избирательных, экологических и иных прав. За последнее десятилетие в среднем выносится лишь около 0,8% оправдательных приговоров по уголовным делам в год. Это кажется смешным, но на самом деле является трагедией для людей. Настоящим позором судебной системы становятся политически ангажированные уголовные административные дела по так называемым антиэкстремистским и мотинговым статьям. Число осужденных, привлеченных к административной ответственности по этим статьям, растет в геометрической прогрессии. Сегодня все федеральные судьи в России назначаются президентом. Ни в одном субъекте не реализована предусмотренная законом возможность избрания мировых судей населением. Народ от формирования тех, кто его судит, отстранен. Мы участники митинга видим в этом одну из ключевых причин деградации правосудия. А ведь в нашей истории, нашей страны был период, когда суды избирались населением напрямую. Конечно, можно сказать, много колкостей по адресу советской судебной системы, но почему же тогда мы не забыли? Так называемая демократизация, она не была реформирована в лучшую сторону, а выборность заменили назначенчеством. Мы считаем иначе. По нашему мнению, судья, которого население избрало и может в любой момент отозвать, будет относиться к людям иначе, чем теперь. Конечно, выборность не волшебная парочка-волучалочка. Нужны кардинальные изменения всей общественно-политической системы. Но и вопрос формирования судебного корпуса не второстепенный. Если мы сегодня не поставим его ребром, дальше будет только хуже. Мы считаем, что, по крайней мере, мировые судьи и судьи районных судов должны избираться населением напрямую. Судьи вышестоящих судов, соответствующими органами представительной власти, парламентами. Назначаемость судей президентом необходимо отменить. Право на избрание судей должно сопутствовать праву на получение от него регулярного отчета о своей работе. Судью, запятнавшего себя вынесением заведомо незаконных и несправедливых решений, нарушающего судебную этику, демонстрирующего формализм и без душа, избирателей должны иметь право отозвать. Мы также поддерживаем предложение по всемирному привлечению к отправлению правосудия не только представителей юридического сообщества, но и простых граждан. Без них обеспечить справедливость судебных решений невозможно. Необходимо расширение перечни дел, рассматриваемых с участием присяжных заседателей, и возрождение на обновленной основе Института народных заседателей. Судей нужно выбирать Петербург 10 сентября 2017 года, площадь Ленина. Нет возражений по поводу такого проекта резолюции за основу принять. Мы ее подработаем и направим в органы власти, в средства массовой информации, и будем дальше бороться в надежде на то, что наш протест, поднятый в нашем городе, в городе-на-Неве, пойдет и по другим регионам. Огромное всем спасибо за участие в сегодняшнем мероприятии. Продолжение следует...